6 сентября 1982 года. Москва председателю КГБ СССР совершенно секретна. Ведущий американский физик-ядерщик Эдвард Тейлер подготовил концепцию новых космических вооружений, которое в корне изменяет нынешнюю оборонную доктрину США. Отдел внешней разведки. 23 марта 1983 года. Выступая по национальному телевидению, Рональд Рейган впервые рассказал о разработке стратегической оборонной инициативы, вскоре получившей название «Программой звёздных войн». Причиной такого решения стала мощь стратегической ядерной триады Советского Союза. Я был связан с обоснованием программ развития триады в Советском Союзе и в России, а критерием для развития являются показатели эффективности и стоимости. Стоимости не только развернутых боезарядов, но и доставленных в процессе обмена ядерными ударами. Четыре десятилетия гонки вооружений подчинили экономику СССР и США разорительному оборонному заказу, поскольку системы безопасности противостоящих стран должны были дублироваться. Паритет был достигнут, и чтобы продемонстрировать мощь ядерной триады, советское руководство пошло на беспрецедентный шаг. То, что произошло в 1982 году, потрясло даже ястребов Пентагона. Возможно, до этого рубежа кому-то было непонятно, как Советский Союз будет реагировать на атомную агрессию. Сейчас противостояние двух политических систем в прошлом. Но и в 21 веке ядерное оружие, которое продолжает совершенствоваться, удерживает мир от глобальных войн. Сегодня мы впервые расскажем о том, как выглядит и из чего состоит ядерный щит России. Ядерный щит 1982 год. Последний год правления Леонида Брежнева. В марте генеральный секретарь ЦК КПСС объявил о решении советского руководства вести в одностороннем порядке мораторий на развертывание ядерных вооружений средней дальности в европейской части СССР. Но даже эта мирная инициатива не впечатлила администрацию Рональда Рейгана. И 8 июня в Лондоне президент США выступил с резкой критикой политического курса СССР. И тогда советское руководство решило не отменять запланированных ранее крупных учений ядерных сил. Исторически так сложилось, что ядерная триада Советского Союза и ее, вернее, преемница, такая же триада современной России, состоит из ракетных стратегических ядерных сил наземного и морского базирования и ядерных средств, размещаемых на авиационных носителях. 11 июня 1982 года. Вашингтон, округ Колумбия. В Государственный департамент США. Официально уведомляем, что 18 июня с 7 до 14 часов по международному времени СССР будет проводить учебные запуски баллистических ракет над своей территорией. Министерство иностранных дел СССР. Произошедшее 18 июня превзошло все ожидания руководителей национальной безопасности и Министерства обороны США. Уже в первые часы стало понятно. Происходящее — это не просто обычные учения. Успешные пуски двух советских ракет СС-11 «Сэго», а также ракеты СС-20 «Сэйбр» подтвердили шокирующее предположение американцев о спланированной демонстрации ядерной силы. На протяжении 7 часов все службы наблюдения США тщательно собирали информацию. Я бы не стал привязываться здесь к конкретным часам. Это не играет особой роли. Все дело в том, что в те времена в качестве основного вида боевых действий стратегических ядерных сил рассматривался массированный обмен ядерными ударами. Если речь идет об обмене массированными ядерными ударами, то это может происходить в течение часа, например, двух. Если еще останется возможность для авиации наносить удары, то это может растянуться во времени. Даже сегодня полная информация о самых крупных учениях стратегических сил Советского Союза остается засекречена. Известно лишь, что всего было произведено 6 учебных боевых пусков ракет различной дальности. Также в течение всего двух часов с территории СССР стартовали сразу три космических аппарата – «Перехватчик спутников», «Фоторазведчик» и «Космический навигатор». Семичасовая ядерная война. Так без тени иронии в странах НАТО называли советские учения стратегических сил. Мир был поражен тем, с какой уверенной точностью и успехом был разыгран сценарий возможной войны-катастрофы. Реакцией Белого дома на учение был самый фантастический в истории вооружений и до сих пор неосуществленный проект «Звездных войн». Неудавшаяся попытка перенесения ядерного противостояния в космос ставила перед собой три задачи. Первая – обеспечить стратегическое лидерство США. Второе, учитывая, что происходило это в период Холодной войны, это был однозначно вывод своему оппоненту, а в качестве оппонента Соединённым Штатам в то время выступал довольно мощный Советский Союз, и втягивание его в разорительную, прежде всего для Советского Союза, гонку вооружений, что успешно было сделано. Третья задача – совершить технологический прорыв в масштабах всего проекта «Звездных войн», так и осталась утопией. Хотя в отдельных областях американские учёные достигли серьёзных успехов. Так, современная попытка США создать систему противоракетной обороны – логическое продолжение стратегической оборонной инициативы. 18 августа 1983 года новый генеральный секретарь ЦК КПСС «Антропов» выступил с мирными инициативами и сделал заявление о том, что СССР в одностороннем порядке прекращает испытания комплекса противокосмической обороны. Советский Союз будет делать всё от него зависящее, чтобы обеспечить нынешнему и грядущему поколениям спокойное мирное будущее. Это цель нашей политики, и от неё мы не отступим. Если до сих пор наша планета ещё не ввергнута в ядерную катастрофу, то это только потому, что есть кому остановить занесённую над ней руку. И мы никому не советовали бы устраивать пробу сил. На Западе считали, что стратегические ядерные силы СССР предназначены для первого удара. На самом деле, самое страшное оружие, как в начале 80-х, так и два десятилетия спустя, лишь политическое средство, средство сдерживания. Наличие у той или иной страны ядерного оружия не просто сдерживает противника предполагаемого, а исключает в случае, если тот, кто обладает подобного рода оружием, демонстрирует его возможности регулярно, ну, проведением различного рода учебно-боевых пусков, то есть, когда производятся реальные пуски баллистических ракет. И это, безусловно, охлаждает пыл. К концу 80-х, даже точно выполняя договоры по сокращению вооружений, стратегические силы СССР представляли собой надёжный щит, ядерную триаду, готовую как отразить нападение, так и нанести ответный удар. В 1991 году Советский Союз, как государство, прекратил своё существование. Холодная война и гонка вооружений были закончены. Казалось, многолетний труд советских конструкторов больше никому не нужен. В секретных институтах открылись магазины и казино. А в следующем десятилетии под вопрос было поставлено существование главного стратегического наследия СССР – ядерного щита России. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате на встрече руководителей бывших советских республик был заключён договор, в частности, предусматривавший сохранение единства ядерных сил СССР. Управление ядерным оружием предоставлялось президенту России и главнокомандующему объединёнными вооружёнными силами СНГ. 25 декабря Михаил Горбачёв передал главкому СНГ Евгению Шапошникову так называемую ядерную кнопку. Правом принимать решение о применении ядерного оружия наделялся президент Российской Федерации. Руководство обязано тренироваться, его обучают, это руководство. Президентов обучали и Горбачёва, обучали и Бориса Николаевича Ельцина, и Владимира Владимировича Путина, конечно. После развала СССР Ту-160, основные самолёты стратегической авиации России, способные доставить атомное оружие в другое полушарие, оказались в Прилуках, на Украине. Ту-160 не вписывались в военную доктрину Украины, у которой не было атомного оружия. Руководство бывшей Союзной Республики понимало, ракетоносцы придётся вернуть. Ситуация обострилась после перелёта в 1992 году нескольких истребителей со знаменем полка в Россию. Ответом Киева стал вооружённый захват стратегической базы в Прилуках. 16 ноября 1998 года. Военному атташе посольства США на Украине. Совершенно секретно. Обеспечить демонтаж стратегической авиации Украины прежде всего самолётов Ту-160 «Блэк Джек» с наименьшим сроком эксплуатации. Выделить средства на денежные вознаграждения участникам демилитаризации воздушного пространства независимой Украины. На момент проведения учений 1982 года основу стратегической авиации составляли бомбардировщики Ту-16 и Ту-95. Обладающие огромной грузоподъёмностью, они имели малую скорость, могли быть обнаружены и перехвачены, не достигнув рубежа сброса крылатых ракет. Впрочем, основу стратегической авиации США в те годы тоже составляли ветераны В-52, имевшие похожие характеристики. А сверхзвуковой Ту-22М «Бэк Файер» имел малый радиус действия и предназначался для поражения целей в Европе. За год до тех командно-штабных учений совершил свой первый полёт сверхзвуковой Ту-160, ставший сегодня основным стратегическим носителем наших ВВС. Я считаю, что эти самолёты – это средство сдерживания вероятного агрессора от нападения на нашу страну. То есть это оружие возмездия, чтобы они знали, что если что-то, то по ним может быть... Почему? Потому что если угрожаемый момент, самолёт может подняться и баражировать, и так далее. То есть беседить над возможным, вероятным противником, предупреждать её, что если ты что-то предпримешь, то ты будешь... Потом пострадаешь. Гигантский размах крыльев с половинок угольного поля. Высота почти с трёхэтажный дом. Ракетоносец весит почти столько же, сколько 10 истребителей Су-27. Ту-160 покрыт краской, снижающей радиозаметность. На борту установлены новейшие компьютерные системы отечественного производства. Американцы построили аналогичный самолёт Б-1 «Лэнсет» в середине 70-х годов. По дальности и грузоподъёмности он существенно уступал Ту-160, а по максимальной скорости почти в два раза. Поэтому американцы прилагали все усилия, чтобы Россия в первую очередь не шила систем превосходящих американских. Ту-160 незаконно попали под нож на Украине. Я реально, визуально увидел, какими усилиями, видимо, резали этот самолёт. Особенно центроплан. Там и были какие-то, видимо, специальные ножовки. Ну, картина была, конечно, неприятная. За 10 лет Россия фактически выкупила эти бомбардировщики у Украины, списывая долги за газ. А упустивший Ту-160 американский военный атташе на Украине был отозван на родину. Помимо угрозы потерять стратегические вооружения при разделе СССР, перед Россией встала опасность лишиться статуса ядерной державы. На Западе многим казалось, что новое государство уже не в состоянии контролировать свои арсеналы ядерного оружия. Мощное информационное нападение напомнило времена Холодной войны. Как прежде, пропаганде подключился Голливуд. Именно в то время Стивен Спилберг спродюсировал свой знаменитый фильм «Миротворец», в котором похищенный в России ядерный боезаряд террористы пытаются взорвать в центре Нью-Йорка. В Соединенных Штатов много фильмов по возможному потенциальному захвату шахтных пусковых установок, например, самолетов носителей ядерного оружия террористами, шантаж, выкуп и так далее, и так далее. Но если навязчивый голливудский мотив в похищении российского ядерного оружия так и остался в области мифологии, то выполнение договоренностей по разоружению стало реальностью лишь для России. Была демонтирована мощнейшая РЛС под Красноярском. Такая же российская радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении была взорвана в Латвии. А все американские станции за пределами США продолжают работать по сегодняшний день, откровенно нарушая договоры по ограничению систем перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Кульминацией семичасовой ядерной войны стали пуски баллистических ракет Уэр-100 и Пионер, истинные названия которых не знали даже многие наши специалисты. В НАТО эти ракеты называли Сейбр и Сего. Те средства, которые были использованы для натурных запусков при учениях в 82-м году, это все стратегические средства предыдущего поколения. То, что испытывалось сейчас или запускалось, это уже следующее поколение стратегического ракетного вооружения. В конце 70-х годов в американской прессе активно муссировался проект МЭКС. Предполагалось прорыть сотни километров туннелей под землей и пустить по ним подвижную ракетную установку. Стоимость программы оценивалась в десятки миллиардов долларов. Как всегда, когда штаты затевали шумную рекламную кампанию, одной из целей было спровоцировать Советский Союз на аналогичные траты. Но русский ответ был совершенно неожиданным. Вместо подземных туннелей стратегическую ракету вынесли на поверхность, замаскировав под обычный поезд. Если говорить вообще о стратегических комплексах наземного базирования с типом базирования подвижным грунтовым, аналогов подобного типа базирования в мире нет. Нет и у Соединенных Штатов подвижного грунтового базирования боевых ракетных комплексов. И Россия является единственным обладателем подобного типа боевых ракетных комплексов. Уникальность ракетного комплекса, установленного на мощном колесном автомобиле, состоит именно в его мобильном перемещении. Координаты подобных комплексов не могут быть известны предполагаемому противнику, в отличие от шахтных пусковых установок, координаты которых известны благодаря международным соглашениям. А местоположение постоянно перемещающегося Тополя определить невозможно. В 1994 году во время переговоров президента России Ельцина с президентом США Клинтоном впервые прозвучал термин, касавшийся программирования стратегических ракет. Нулевой план полета, то есть ракеты, никуда не нацеленные. Если в прошлом триада в таком составе, как она сформировалась, была необходима для того, чтобы парировать возможные провалы, во всяком случае, одна составляющая выполняла задачу, то теперь в новой совершенно военно-политической обстановке, когда мы движемся по пути стратегического партнерства с Соединенными Штатами, надо оценить еще раз необходимость дальнейшего развития и сохранения в том, объеме, как есть сейчас и морской, и авиационной составляющей. Морская составляющая ядерной триады России традиционно отлична от американской. Половину ресурса автономного плавания наши подлодки вынуждены тратить на переходы в районы боевого патрулирования и обратно. У ВМФ США имеются базы в Европе и на Дальнем Востоке. Морская держава Великобритания. Стратегические ядерные силы у них только на четырех подводных лодках. Франция тоже считает себя морской державой. Все стратегические ядерные силы тоже только на четырех подводных лодках. спрашивается для России которые валовый внутренний продукт существенно уступает и Великобритании и Франции есть ли необходимость держать например в составе морской составляющей больше чем четыре лодки. Но коренным образом изменившаяся геополитическая ситуация диктует новые стратегические принципы. Соединенные Штаты кстати сохраняют свои ядерные силы обосновывая прежде всего тем что обстановка совершенно непрогнозируемая сейчас военно-политическая. Ну в России тоже приходится исходить из этих же принципов непредсказуемости военно-политической обстановки. Именно поэтому и сегодня существует необходимость держать в готовности стратегическую триаду и проводить учения. 15 января 2004 года Вашингтон министру обороны США не подлежит публикации. В настоящий момент ракетные войска стратегического назначения России включают в себя три ракетные армии и 16 ракетных дивизий. На вооружении находятся 735 баллистических ракет и 3159 ядерных боеголовок. Одновременный удар не способна сдержать ни одна самая современная система противоракетной обороны. Однако в США постоянно обновляются планы создания новой промы. То, что сегодня испытывают и предполагают к развертыванию Соединенных Штатов, я имею ввиду элементы противоракетной обороны, это прямое продолжение того задела, который был создан по программам Звездных войн. Точно так же, как и на программу Звездных войн, так и на планы США развернуть систему противоракетной обороны, российские стратеги предлагают ассиметричный ответ. Когда в январе 2004 года из газет стало известно о подготовке самых крупных стратегических учений за последние два десятилетия, военные сначала отрицали исключительный характер происходящего. Учения получили официальный статус стратегической командно-штабной тренировки. Именно под этим названием они войдут в российскую военную историю. стратегическая команда-штабной тренировки проходят каждый год. Такого что-то особенно, что именно в этом году что-то случилось сверх такое естественное, я бы не сказал. Плановые и тренировки штабные, и учения проводятся каждый год. Началом учений стали полеты стратегической авиации с базой в Энгельсе на Кольский полуостров. Успешное поражение учебных целей крылатыми ракетами. Одновременно в районе Мурманска осуществлялся перехват целей, имитирующих вражеские боеголовки стратегических ракет. Следующим этапом должны были стать пуски ракет Синева в Баренцевом море. То, что произошло с точки зрения невыхода двух ракет, это связано с высокой степенью вероятностью с ошибочными действиями личного состава. А то, что ракета была подорвана на 98-й системе, это техническая неисправность. В кульминации учений явились успешные запуски тополя и вывод на орбиту военного спутника. Парадоксально, но именно невыполненные пуски ракет с подводных лодок доказали необходимость сохранения всех компонентов ядерной триады. После окончания холодной войны угроз безопасности для России стало так много, военная компонента трансформировалась, но весь спектр угроз не уменьшился. И несмотря на то, что существуют угрозы и экономические, и экологические, и какие угодно, тем не менее ядерный компонент по-прежнему будет обеспечивать безопасность по отношению крупномасштабным угрозам. Сенсационный итог стратегических учений подтверждение политики асимметричного ответа. Еще одно доказательство бессмысленности разворачивания американской системы ПРО. Я думаю, в обозримом будущем 30-40 лет ядерное оружие как средство сдерживания будет не просто актуальным, а по всей вероятности единственным средством вооружения в геополитическом плане, который действительно будет сдерживать агрессоров тех или иных стран от непродуманных агрессивных действий. Сегодня в Соединенных Штатах для уничтожения баз террористов и лидеров враждебных режимов в любой точке мира планируется введение в стратегические вооружения средств поражения с неядерными боеголовками в дополнение к имеющимся 7 тысячам атомных зарядов. А пока в мире остается ядерное оружие, у России должен быть надежный ядерный щит. Самые главные секреты государства стратегические. Один из них был раскрыт сразу после учений. В ближайшее время на вооружение будут поставлены новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы, которые могут поражать любые цели на межконтинентальной дальности. Такое оружие способно гарантировать независимость России в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова